Здравствуйте! Это программа «Автоэкспертиза». Меня зовут Максим Приходько. Сегодня будем ухаживать за кузовом автомобиля. И, естественно, я буду делать не один, а вместе с вами и с Михаилом Колодочкиным, который, так сказать, надеюсь, вам уже хорошо знаком не только по нашей программе, но и по своим книгам, по своим публикациям. И вообще. И вообще. Машину будем мыть вдвоем. Мы машину будем... Но мы же не только будем ее мыть. Мы сегодня будем ее полировать и давать полезные советы. Мы будем объяснять другим, как все это нужно делать. Да, про нано-полировку мы же должны об этом людям сказать. А сами будем наблюдать. Вообще нано, да, частицы так. Нано. Это популярная вещь такая. Ну, я не буду говорить о Михаилу, а вам напомню о том, что, как всегда, у нас сначала небольшой сюжетик, что называется, для затравочки. А потом мы все эти вопросы будем вместе с вами обсуждать. Чтобы вам было не скучно, вы можете нам позвонить. Телефон все тот же. 617-95-55, префикс 495. И, конечно, работает СМС-портал. Для Казахстана 4444. Для России 5577. Вдруг оттуда позвонят. В Казахстан спросит что-нибудь. А мы узнаем у них, как они там. Как моют в Казахстане. Как моют в Казахстане. Но прежде чем мы узнаем, как ты делал в Казахстане, я спрошу у тебя, Миша, ты-то сам ухаживаешь за Кузом автомобилей или нет? Что ты делаешь тогда? Я еду на сервис. И вот там они все за тебя? Вернее, на мойку. Да. А сам? Ну, сам я это делал лет 30 назад. То есть, когда на Папинах Жигулях, на даче. Друзья мои, так я думал, я практика позвал. Оказалось, это теоретик. Теоретик, теоретик. У нас в гостях теоретик Михаил Калович. А как это на практике? Ну, я много об этом рассказываю другим. Ну, хорошо, ладно. Смотрим сегодня сюжет, а потом добро пожаловать в ваши вопросы и мои. Давайте сюжет. Наверняка многие автолюбители сталкивались с тем, что после зимы их машина, а точнее ее кузовные элементы, потеряли былой блеск. Связано это, конечно же, с тем, что среда, в которую автомобиль попадает российской зимой, для кузова машины нельзя назвать дружелюбной. Реагенты, постоянные скачки температур, все это неблагоприятно сказывается на лакокрасочном покрытии. Но сейчас в крупных городах и не только есть много специализированных станций, которые реанимируют кузов автомобиля после зимы и возвращают ему былой лоск. Правда, как правило, такие СПА-процедуры влетают автовладельцу в копеечку, и далеко не каждый согласится расстаться с внушительной суммой денег. Тогда на помощь приходят специальные средства для ухода, которых сейчас в магазинах полным-полно. Купил, на машину нанес, тряпочкой протер и вроде эффект есть. Но не всегда дешево, значит хорошо. Ведь доверяя автомобиль профессионалам, вы получаете хоть какие-то гарантии. Ну а любая любительская самодеятельность, это вы сами понимаете, на свой страх и риск. Так как же защитить кузов автомобиля от внешних факторов и как восстановить лакокрасочное покрытие, если изначально защитить его не удалось, поговорим в сегодняшней программе. Ну вот, начинаем наш разговор. Теперь уже по-взрослому перед нами Михаил Калышин, который будет говорить на эту тему. Вот зима кончилась, соль, реагенты и так дальше и тому подобное. Это самому можно отмыть или нет? Или надо идти все-таки... Отмыть можно, просто удобно это делать или нет. Вот поскольку ты уже начал смыть... Здесь неудобно, неудобно. Нет, Максим, ты начал с тобой, моешь ли ты свою машину? А я тебя спрошу, а где ее должен мыть? Если раньше я это делал, извини, в собственном дворе. Ой. И для меня это было совершенно... Ну это было совсем давно. Для меня это было совершенно нормально в центре Москвы выйти с ведерочком, теплые водички, так сказать, вымыть, там опять-таки папиного Жигуля. И так делали все, кто жил тогда? Так делали все, и это было совершенно нормально. Но потом что-то такое изменилось в массовом сознании, и сейчас... Просто машин стало доступным, стало больше. Может быть, стало больше машин, может быть, у нас что-то произошло, ну, немножечко положительное с нашей культурой. А если помнишь, кстати, одно время было такое явление, когда машины мыли вдоль Яузы. Ну, это только и только... В любом городе СССР, где был более-менее приличный подъезд к пруду или к какой-нибудь местной речке, так делали все. Ковры стирали даже в речке. Ну, в Москве нет приличного подъезда к той же Яузе, но пацаны с веревками, с ведрами забрасывали эти самые ведра в эту самую Яузу. Что там протекает, мы все видим. Потом они бухали туда стиральный порошок, и мыли твою машину. Я сам этим несколько раз пользовался. Об автохиме мы еще поговорим, пока первый звонок. Здравствуйте, вы вместе с нами, прошу ваш вопрос. Здравствуйте, Дмитрий Егоров, у меня не сколько вопросов, сколько с Ави, автомобилистам. Автомобиль Тигуан у меня был, и после первой зимы черный пластик, который идет в молдинге, обвесы по дверям, по бамперам. После зимы, значит, ни одна мойка на протяжении 5-6 мойок отмыть не могло. Какими средствами только не покрывали этот пластик, и очистителем еще, не уходило. А оказался ответ очень простой. Это обычное хозяйственное мыло. Обычное хозяйственное мыло, и пластик очищался в течение часа со всей машины, и блестел, как новый. Можете попробовать, проэкспериментировать. Спасибо. Но я знаю такую же историю, с пластиком только керосин берется. Вот те, у кого был ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109, меня поймут, потому что бампера были объемные, большие по площади, и черного цвета пластик. Отчистить было ничем невозможно. Я в этот совет охотно готов поверить, потому что, как мы на работе часто проводим экспертизы разных автохимических средств, и прекрасно знаем, что когда мы в компанию с каким-то профильным препаратом берем что-то такое племейское, типа того же мыла, мыла там или какое-нибудь там... Ну, чего-то народное. Да, средства там, чего-то для кухни там почистить, какую-нибудь там трубу, то, как правило, это средство, оно прекрасно себя проявляет. Обижаются, естественно, производители. Вот то, что для автомобиля специально. Да, все-таки там такие красивые флакончики, мы для вас старались, мы делали... Стоит небось дорого. Да, мы инструкции писали, стоит там 600 рублей, а вы купили там какой-то тюбик прошивый и отмыли. Ну, бывает действительно. Ну, хотя бы потому, что у многих средств схожие химические формулы. Это скажешь любой профессиональный химик. Мы говорили вот к чему, когда я говорил о том, что можно самому или надо гнать на мойку, я говорил не о том, что удобно, неудобно, а вот самому... Хорошо, я на дачу приехал там, вот там... И сам пытаюсь отмыть свой автомобиль вот от всей этой зимней гадости. Я сам своими руками. Смогу это сделать или нет? Вот в чем вопрос. Сможешь, если у тебя есть время. Так. Если тебя жена не заставляет там грядки копать или что-то такое, ну, если хочешь увильнуть таким образом, это немножко подло с твоей стороны. Но все равно как бы... Да, но все равно как бы... Эффекты я достигну. Да, повод, конечно, сам хороший, увильнуть от капли грядок. Просто я еще к чему начал говорить. Помнишь, на наших кадрах были совершенно душераздирающие сцены, когда автомат, то есть аппарат высокого давления моет святая святых подкапотное пространство. Я, кстати, тоже заметил этот кадр и так немножко сжался. Ну, вот мы оба перейдем. Потому что ни одна современная мойка за эту работу просто так не возьмется. Нет, ну все же говорят, что, мол, мы-то вымыем. Да, мы вымыем. Но только если вы не заведете... Да, но уезжать отсюда будете сами. Это не наше дело. Вымыть мы вымыем, там будет чисто. Действительно. Стоит или нет? Потому что так вот откройшь двигатель, мама дорогая, там же... Ну, я считаю, что не стоит. Я считаю, что вот именно подкапотное пространство имеет смысл мыть в том случае, если приехал, допустим, на техобслужение, допустим. Ну, как я обычно делаю. Я приезжаю на техобслужение, меня спрашивают, вымыть машину или нет. Я говорю, пожалуйста, ребята, вы профессионалы. Я вам доверяю. Да, я сейчас от вас все равно поеду, так сказать, с несколько более тонким бумажником. Поэтому уж берите там свои, сколько там, сотен рублей, вымойте так, чтобы она после этого пустилась. А если не пустится, то вы же сделаете так, чтобы она пустилась. А я пойду кофе пить. Ну, наверное, так. Это при условии, если на СТО. А если же это просто какой-то помощный пустой? Если просто, то не надо открывать капот. Я не знаю, что они там зальют, под каким давлением они туда будут поливать. Ну, нафиг, не надо. Понятно. Мы знаем, что все эти аппараты высокого давления, те же Керхер, они уже много лет используются на мойках. Мы уже к этому привыкли, мы не боимся. Все это выглядит красиво, когда поливают таким каким-то составом. Машина становится такая белая, там какая-то пена, не пена. Потом все это красиво с нее стекается, там грязь и все такое. Это такое священное действие. Даже приятно, что я стою, вот я ухаживаю за своей любимой машиной, и мне самому от этого делается хорошо. Ладно, значит, мы грязь отмыли. Хорошо. Грязь отмыли. Следующий вопрос. Перед нами, значит, кузов первозданный практически в чистоте и сиянии. Но он наверняка, это все-таки как бы грязная среда и так дальше. Ну, вообще, бывалые химики, к которым я не отношусь, но я знаю правильный ответ. Они обычно говорят, как нужно мыть машину, вот если ты сам моешь. Значит, первым делом ты берешь шампунь или что-то такое, значит, и моешь машину. Пока все понятно. Вымыл, все это смыл, взял замшу, протер насухо, и после этого начинаешь исследовать. У тебя машина чистая, но все ли там хорошо. И вот тут ты можешь обнаружить всякую гадость. Самая страшная гадость лично для меня – это почки тополя и прочих растений. Да, друзья, я же забыл сказать, так говорит Михаил не от того, что он простыл или съел много мороженого. Просто сейчас тополиный пух, а у бедолаги аллергия на это дело, как и, возможно, у вас тоже. А машине тоже плохо, не только мне. Как бороться с этим ужасным тополиным почками, то, что дальше пойдет, как в песне, тополиный пух, жара, июль. Мы недавно проверяли десяток средств для удаления всяческой древесной смолы, к коей относятся почки тополя. Вне всякого сомнения. Одна отмывает быстрее, другая отмывает медленнее, но, в принципе, работает. Но каждый вот такой след от каждой почки ты будешь оттирать персонально. Если у тебя хватит на это терпения, времени, и не проклянешься, ты все на свете за то, что не поехал на мойку. Препарат, который испытывал ты, наверняка это просто для нас, для простых смертных. Я пришел в магазинку и сказал, дайте мне что-нибудь, чтобы тополь оттереть, мне дали банк. Да, просто... Отличается ли по составу вот эта вот жидкость, которую мы с тобой купим в любом автомагазине, от тех препаратов, которые используют на автомойках? Там ведь тоже теперь эта услуга очень популярна, особенно сейчас, когда тополь оттерет во всю. Нет, просто каждая автомойка обычно имеет дело с каким-то конкретным дилером, который поставляет туда... Химическим. Да, соответственно, но это не химический, это просто, ну, какой-то, ну, менеджер, хорошо. Кто-то поставляет на конкретную мойку конкретные пузырьки, и на пузырьках написано соответствующий бренд. Слушай, если такой народный способ борьбы с этим делом, вот именно с этими тополем и почками, ну, вот, забыл я, ехал, надо еще и забыл, мне написали список такой, а я забыл. Ну, я же не могу сам рекомендовать бензин, правильно? Ну, все-таки... Он, конечно, отмоет, но что после этого, ну, это все-таки нехорошо. Ну, и потом снова как-то краску устанавливать и лапать. Да, это... А менее что-то агрессивное? Менее агрессивное, это просто методом тыка, что называется. Бензин, керосин. Но, ну, что значит, отвлеченным искать это народное средство, когда этих баночек-скляночек полно в продаже. Удалитель девесной смолы ты найдешь всегда. Не знаю, как вас, он меня убедил. Ладно, сейчас возьмем еще один звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, прошу. Добрый вечер. Да, прошу, говорите. Это Александр Новосибирец. По поводу тополинных пультик и всего прочего, народное средство. Либо солярка, либо керосин. Откирается, потом водички промыл, и все хорошо. Спасибо огромное. Спасибо, Александр. Мы отгадали. Да, солярка и керосин. Два вечных спутника автомобилиста. Заменим все это, одним словом, топливо. Ну, бензин все-таки более такой. Ну, хорошо, ладно. А где солярку возьмем, если у меня машина бензиновая? Другое дело. Ну, конечно, бензин буду брать. Керосин продается для ламп, до сих пор я видел, в бутылках. В хозяйственных магазинах. Ну, ты найди еще в хозяйственных магазинах, где ты ее увидел. Я бы сказал, задал вопрос по-другому. Ты найди еще керосиновую лампу, чтобы потом это дело заливать. Это отдельный ссори. Давай вернемся к кузову. Вот хорошо, мы чистенько отмыли. Удалили мы вот эту гадость. Да, удалили эту историю. Дальше что? Ну, дальше, не дай бог, мы увидим какие-то царапинки. Вот это самое интересное. Ну, вот это уже гадость пошла. С этим надо бороться или не надо? Или бог с ним как бы на скорость не влияет? На скорость это точно не влияет. Так. А сколько я знаю. Но бороться надо. Хотя бы потому, что царапинка может превратиться в царапину. Через сколько по времени? Ну, опять-таки, смотря какая, если ты проехал мимо колючего куста и содрал только вот самый верхний слой. Лака. Да, то такие вот эти микроцарапины, как называют, они удаляются довольно легко. Для этого продаются всякие антицарапины, полировальное молочко, красивый такой термин есть. Это примерно то же самое, насколько я понял, но антицарапина, он более абразивный. А полировальное молочко, это совсем для вот таких нежных-нежных царапин. Но если тебе не повезло, и тебя какой-то добрый человек за то, что ты поставил машину не там чем-то таким. Гвоздиком. Ну, вот народным. Ну, монеткой, там, ключиком. Ну, что, в кармане завалялось. Конечно, лучше гвоздиком. Ну, гвоздиком, ну... Гвоздиком, отверткой, это понятно. Наверняка, да. Это точно сработает. Я это проходил, да. Ну, тут уже, к сожалению, никакая химия не поможет, тут красить надо. Ладно, следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Эх, жалко какая, но мы еще здесь, вы нам перезвоните. А вдруг у вас есть какой-то совершенно сногсшибательный, да, совет. Как избавиться от царапины. Ну, а почему нет? Может, тут приклеить. Может, тут приклеить, но об этом чуть позже. Ну, это как цвет. Давай вот что. Составов-то много. Ты, так сказать, или там через свои руки прошло их тоже достаточное количество. Я так подозреваю, что каждый год составов прибавляется. Можно ли вот просто с первого взгляда понять, что есть хорошо и что есть плохо? Я поясню, почему я спрашиваю. Помнишь, когда мы с тобой говорили о моторном масле, ты говорил, что никогда не покупайте моторное масло на обочинах, на этих развалах, где вот там канистра по виду одна, а наклейки разные. Такой же принцип соблюдается в торговле, когда вот надо купить... Ну, с маслами, конечно, должен быть куда более жесткий отбор. Ну, я просто привел... Тут никаких сомнений нет. Я объяснил, для чего. Да. Ну, почему, точнее, я вспомнил. Как, на первый взгляд, можно отличить состав хороший от плохого? Нет, нет, я лично не знаю, как это сделать. Ну, есть, конечно, какие-то бренды, которые, опять-таки, у тебя, может быть, осели на слуху. Ну, не будем слух произносить. Ну, да, да, да. Это реклама, но известно. Там более громкие миномели. А вот... Ну, более мягкие, они все-таки более дорогие. Можно брать отечественные средства, кстати. Они, как правило, всегда дешевле. По цене, опять же. Да? Да, они по цене всегда дешевле. Может, вот этот банк стоит 50 рублей, а этот 500. Но эффект будет... Эффект может быть вполне нормальный. Хорошо. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло? Да, да. Алло. Здравствуйте. Да, ваш вопрос или ваш совет? Да, тут, скорее, не вопрос. Вот у вас идет тема обсуждения ухода за лакокрасочным покрытием. Ну, конечно, сейчас сам будет. Вот. Вот что я могу сказать. То есть, для большинства людей сейчас, в данное время, автомобиль – это просто средство передвижения. Лишь бы он ездил, и остальной трава не растит. Но для малой части, вот я и к себя к этому причисляю, это член семьи. И то есть, для ухода за покрытием сейчас полно всяких вещей, и каждый себе может найти все, что угодно. Но, как вы давече сказали, что кузов помыл, а в мотор не лазить, но, согласитесь, жена уже у вас не умывает лицо, а все остальное уходит грязное. Машина для меня должна быть чистой везде, и в моторном отсеке в том числе. И я вам могу сказать, что каких только машин у меня не было, я мыл мотор всегда, ну, хотя бы раз в два месяца. И ни разу не было случая, чтобы он после этого не завелся. Просто надо все делать с умом, и не брызгать, куда надо и как попало. Вот и все. Хорошо, тогда дайте совет, куда надо брызгать, а куда не надо. Потому что, ну, откуда я знаю, на мойке вот эти вот ребята, которые работают, они вообще знают, что делают или нет? У них же отписка всегда, типа, мы помоем, но только вот не факт, что заведетесь. Скажите нам те волшебные места, куда мыть не надо. Да. Ну, не то, чтобы не надо, то есть надо с головой. Понятно, что сильным напором того же Керхера можно повредить и провода, даже не сами мозги двигателя. Их можно просто оторвать. Просто мыть надо аккуратно, потихоньку смыл, ополоснул, и мотор будет чистый, и приятно будет в любом сервисе людям посмотреть. Такой машиной и по-другому подходят в сервисах даже люди, когда машина приезжает ухоженная и чистенькая. Угу, спасибо. Я вообще-то знаю когорту людей, которому этот двигатель только, так сказать, вот твердо настроившись на продажу автомашины, и поэтому надо, чтобы она была вот. Ну, вообще, коллегу было приятно послушать. Сомнения шикарные. Да, там, член семьи и прочее там подкапотное поставство. И неожиданный выход на жену, да. Да, все приятно и все по делу. Но, опять-таки, если ты чувствуешь в себе силу, что ты вымоешь этот свой моторный отсек. Здесь, да, здесь говорится о том, что я своими руками уж точно не напорчусь сам себе, поэтому я вот тут буду делать аккуратно. Ну, по идее, да, если ты не будешь там заливать там никакие обмотки, никакие там высоковольтные провода, я не знаю, что там такого можно сделать. Но просто практика показывает, ведь на мойках такие объявления появляются не просто так, что мы ни за что не отвечаем. Это значит, что хотя бы одна машина из десяти у них почему-то... Не завелась. Не завелась. А дальше кто виноват? Я сюда приехал сам, уехать не могу, виноват, и поэтому они отказываются. А вот, кстати говоря, тут, может, что-то увлекли кузовом, народ перешел на другие части тела, условно говоря. А там еще другие. И из Курской области спрашивают, а чем отмыть колесные диски? Средствами для мойки колесных дисков, они так и называются. Вот прям продается красивый флакончик, написано. То есть прогресс дошел до того, что мы покупаем баночку отдельно для кузова, отдельно для ткани, отдельно для пластика, отдельно для колес? Ну, если мы говорим о священнодействии, о котором предыдущий товарищ говорил, то нужно, конечно, так действовать. Вот этим я левое колесо, правое и так далее. Хотя, на самом деле, я не вижу ничего страшного, если тем же автомобильным шампунем пройтись по колесным дискам. Там что может? Там может осесть, во-первых, большее количество разного гудрона, смолы дорожной. Потом износ тормозных колодок еще работает. Эта пыль, она там куда-то налипает, прилипает, как практика показывает. Она горячая, она прилипает. А что делать, у кого алюминиевые диски колеса? Там еще и коррозия идет. Взять щетку, интеллигентно потереть. Но если коррозия пошла, это... Ну, как? Как ты будешь бороться с коррозией? Ну, остановить как-то, можно законсервировать, я не знаю. Ну, красить диск ты будешь. Ты специалист, ты специалист. Я специалист, но коррозия диска, это, в общем-то... Все, бесполезно. Ну, коррозию можно, ну как, ты знаешь, очистить, жарапчику покрасить. Ты будешь ли это сам делать? У тебя мужества хватит на такое? Если одно колесо, то да. Одно колесо, да. Но можно опять-таки приехать, как мы говорим, к профессионалам и сказать, ребята, мне вот эта колеса... Я понял, здесь вопрос цена-соотношение, заменитая цена-качество. Да, цена-качество. Сколько стоит эта услуга? Если очень дорого, то я сам это буду делать. И, к сожалению, второй момент, а сколько сегодня человек ездит на одном автомобиле? Опять-таки... Автомобиль член семьи, его нельзя так вот избавиться. Это у него член семьи. А, как правило, ты прекрасно знаешь, года три и... Это до 2008 года. И пора менять. Это до 2008 года, года три и пора менять. И пора менять, а три года... Сейчас другая пора наступила, сейчас за машину держится. Уже держится? Конечно. Точно держится. Выйдем на улицу, спросим у людей. Следующий звонок, здравствуйте. Ну-ка, объясните нам, в школе вы дозвонились. Как часто вы меняете свою машину? Алло. Да-да-да, слушаю. Да, и мы вас слушаем. Вот тут мы заспорили с Михаилом, что он говорит о том, что сейчас отношение к автомобилю потребительское. Два-три года и долой. К сожалению. А перед вами наш телезритель сказал, что для него машина член семьи. Вряд ли он так относится к машинам. Так что, потребительское отношение или нет к машине? Нет, не потребительское. У меня, например, нет. Это не то, что член семьи. Это... Кормилец? Или кормилец? Нет, это первый член семьи. Первый член. Все-все-все для нее родной. А сколько лет машине? Ну, второй год. Ну, это третий. А, ну тогда да. Нормально. Ладно, теперь что вы по поводу автохимии нам скажете? Может, посадить? Не автохимия, а обыкновенное подсолнечное масло. И диски, и кузовщины. Все пятна гудрона. Все она отожрет. Иначе-то все будет вообще, машина будет блестеть. Вы не художник? И пятен не остается. Вы не художник, случайно, по профессии? Нет. Это они любят подсолнечным, или, так сказать, как сказано у классика, постным маслом оттирать все, что угодно. И действительно оттирается гораздо лучше, чем все. А кузовщина чистый остается, и пятен не остается. А масло отмоется потом? А? Масло отмоется? Конечно, шампунь потом обыкновенно. Точно? Кузов моешь, и все, никаких пятен, ничего не остается. Ну, вообще полосолнечное масло. Вот черный гудрон, гудроновые пятна, гудрон удалил, он растворяется маслом подсолнечным. За ним можно пошевать. Да-да, простите, что перебиваю. Это свежие пятна гудрон можно отреть, или вот такие застарелые тоже? Все, отожрет. Ну, я уж не буду спрашивать про сахар масла. Сейчас мы сделаем хорошую убеду всем производителям этой автохимии, всякой нано-подсолнечное масло. Вообще, я, честно говоря, возьму это. Нано-подсолнечное масло. И попробую в ближайшие выходные, вот сейчас как раз четыре дня будут праздники, купить... И что-нибудь вымыть. Да, и что-нибудь вымыть. Потому что вряд ли же нам не даст наше масло сухой. Правда, мне рассказывали одну страшилку, я не знаю, насколько это верно, что вот если ты хочешь сделать гадость ближнему, ну, допустим, этот ближний ставит машину перед твоим подъездом, и надоел он тебе. Я вот сам читал, что его стекло поливали этим самым маслом, и когда он включал дворнички, то это размазало так, что отмыть он это не мог, ну, никак. И мучился долго, а ты издалека смотрел и мучился. Ну, не знаю, насколько верно. Мы так лихо углубились в эту тему народных способов, как... А интересно, между прочим. Нет, интересно. Но вот как раз я тут и начал... А давай запустим смс-голосование. Звучит сегодня вопрос так. Пользуетесь ли вы полиролями для кузова? Теми химическими составами, которые разработаны специально, для автомобилей, да или нет. Мы потом подведем итог, потому что пока народ исхитряется мытьем мылом и подсолнечным маслом, и, возможно, это еще не предел. Кто-то позвонит и скажет еще что-то такое совершенно расхожее в быту для этого дела. Ну, а мы переходим все-таки вот к полиролям. Они делятся на защитную и восстановительную, как мне кажется. Или я ошибаюсь? Нет, не ошибаюсь, но тут просто очень много градаций. Для новых покрытий, для не очень новых покрытий, для менее новых покрытий. Для совсем старых покрытий. А в чем разница, помимо вот этих вот новых, старых покрытий и так дальше? Ну, во-первых... Давай новую машину. Если машина новая, ну там двухлетка. Давай сразу один миф уничтожим. Хорошо, давай. Вот, это для меня было открытием в свое время, когда мы проводили... Открой всем. Нет, мы несколько лет назад проводили экспертизу полиролей и самодекламную службу, чтобы никто не обиделся, значит, на... Итоги. А то, что мы там проверим. Они решили всех этих производителей позвать в тот самый НИИ, где мы хотели провести эту экспертизу. И лично убедиться, что вот в этой лаборатории мы вас будем проверять. И вышел директор НИИ. Он тоже обранулся, к нему приехали какие-то гости. Интересно. И первое, что он сказал, мы, говорит, будем сравнивать, насколько ваши полироли ухудшили блеск покрытия. Заводского, значит. Ухудшили, да. Тут сразу все эти гости, да вы что? Да как вы вообще посмели? Да мы вообще куда попали? Да наш полироль он там поднимает на 10%, на 20%. Не понятно. Да, директор совершенно спокойно послушал, сказал, блеск нового покрытия лакокрасочного, это, грубо говоря, 100%. Лучше его сделать нельзя. При каждом дне эксплуатации, при каждой мойке, блеск будет чуть-чуть ухудшаться. Задача полироля, так сказать, постепенно... Ну, некий баланс. Да, несколько тормозить этот процесс. Но выше 100% сделать невозможно. А мы-то думали. А мы думали, что она будет блестеть лучше, чем новая. И черта, звони, будет. Следующий звонок, здравствуйте. Алло. Да-да, прошу, вы с нами. Анатолий из Москвы беспокоит. Давайте, Анатолий. Вот, мне недавно к утру у меня машина белая. Провели гвоздем по капоту. Вот. И я не смогу ничем заделать. Мне говорят, если ехать в мастерскую красить, 10 тысяч рублей. Или вот по телевизору рекламируют карандаши эти за 1200 рублей. Закрасят он мне эту, в смысле, коррозию. Да, мы поняли. Спасибо. Спасибо, Анатолий. Это варианты там разновидностей антицерапинов. Помнишь, есть такие, там, бутылек, условно говоря, и к нему вот почти как вот губная помада для женщин. Либо карандашик действительно. Мне, конечно, не хочется вас расстраивать, но мое убеждение, что если царапина на капоте, вы эту царапину будете видеть все время. Замазали вы ее карандашом, не замазали. Если это там где-то снизу, если незаметно, то и бог бы с ней. Или если вы машину собрались продавать, то тоже бог с ней. Но эта царапина, она вас выведет из себя. Вы просто потратите деньги на этот самый карандаш. А потом пойдете... Но после первой, второй мойки особенно, у вас появится та самая царапина. Если появился голый металл, его нужно грунтовать, красить, и все по-взрослому. 10 тысяч долой для этого машины надо что? Страховать, к сожалению. Как тогда ты отрожаешься? Заплатить, заплатить, дело темное. Когда мы не отошли, вот эти вот баллончики с краской и кисточкой, вот чуть-чуть вот что-то такое вот. Можно ли так поступить? Ну, можно, но все-таки, на мой взгляд, это для таких, для сильно пожилых автомобилей, которые ты не столько лечишь, сколько как-то так продлеваешь огонь. Все-таки устыдно, когда там какие-то сколы. Ну да, скутрие дело не пройдет. Да, потому что... Увы и ах, значит 10 тысяч рублей. Да, 10 тысяч, ну это хорошо, если 10 тысяч, кстати. Ну, вообще, если одна деталь. Я думал больше. Здравствуйте, вы в прямом эфире, прошу. Добрый вечер. Это Александр Новосибирск. Новосибирск, вот по поводу карандаша только что вы говорили. Да, давайте, Александр, всю правду. Карандаш, он работает только в пределах лака. Им нужно покрасить, высохнуть, а потом полирнуть, и все будет замечательно, и не будет видно царапины. И как долго этот состав будет держаться, самое главное, из вашего опыта, скажите? Ну, по крайней мере, у меня вот такую царапину я закрасил, и она уже держится уже, ну, практически около года. Ну, если в пределах лака, да, а если до металла? А если до металла, то, извините, даже в рекламе говорится, что это только в пределах лака, а не до металла. А если до металла, то тогда, естественно, только красить. 10 тысяч. 10 тысяч. Да. Спасибо огромное. Да, все правильно. Давай продолжим ухаживать. Вот у тебя спрашивают из Санкт-Петербурга, что такое горячий воск, что такое холодный воск, жидкостекло и тефлон. Разница в чем, и каким из этих средств лучше пользоваться? Ой, 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 ой. То есть это все... А я повторю, мне не жалко. Да нет, нет. Горячий, холодный? Нет, я понимаю, я просто помню, когда появлялись эти препараты у того же Торталвакса, появился новый препарат, допустим, называется горячий воск. Это что, из серии там вот нано, как вот сейчас полировка? Нет, это прекрасная автохимия, которая действительно помогает, которая моет, но сказать, что это, так сказать, наголову выше того, чем полировали машины, допустим, там два года назад, три года назад, до выхода этого продукта, ну, не знаю. Может быть, лучше, но тут это какие-то доли процентов все-таки, на мой взгляд. Вот, я напоминаю, что идет сейчас у нас голосование, смс, пользуетесь ли вы полирольами для кузова? Да, нет. На том подведем итоге не забудьте отметиться, позвоните нам и проголосуйте. Пользуетесь вы или не пользуетесь. Полироль-то ладно, и кузов ладно, но, в общем-то, если, так сказать, наводить порядок, ведь нынешние фары головного света, они сплошь поликарбонатные. Естественно, на такой пескоструй за зиму, что это дело надо тоже как-то вот, ну, привести в божий вид. Вот что ты здесь посоветуешь, вообще стоит ли полировать фары, потому что тогда, ну, я не знаю, хорошо, если американский автомобиль, там вот в божий свет лупит и все. Ну, наш с тобой коллега как-то проверял эти полироли для фар. Я, насколько помню, собрал специально побитую жизнью машину, у которой фары были такие мутненькие, полировал, а потом сравнивал, соответственно, цвет этой фары. Ну, он намерил там... Ну, как ты относишься к этому? А куда деваться-то? А фару новую купить? Не оригинальную хотя бы. Ну, фара новая вот такая, сколько стоит фара такая? Она может не 10 тысяч стоить, она может куда больше стоить. Поэтому тут, наверное, все определяется, опять-таки, тем, сколько ты еще собрался ездить на своей машине. Принято. Следующий звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, у вас совет? Для любовь. Или что? Нет, вопрос. Вопрос. Хорошо, давайте. Не вредно ли мыть машину часто под высоким давлением или лучше всего по старинке ведерочком? А, из ведерка, да, руками. Спасибо. Спасибо. У меня нет никаких сведений о том, что частая мойка вредит кузову. Я вот так осторожно скажу. Мне кажется, нужно мыть машину где-то раз в неделю. Это мое личное мнение. Раз в неделю. Хорошо. Вне зависимости от... Тогда скажи мне одну вещь простую. Вот как только мы выезжаем за границы, значит, родного отечества... Ну, вот я недавно был в командировке. Там моют машину раз в год. Я ездил в дождь. Два дня дождь вот левмя. Вот тут вот... Да. Машина чистая. Она мокрая, но она чистая. Вот попробуй то же самое сделать. Тебе любой бывалый, ты его, наверное, знаешь, скажет, вот если ты въезжаешь в Финляндию на грязной машине, ты пристройся за какой-нибудь фурой, и не надо тебе ехать ни на какую мойку. Через полчаса твоя машина станет чистая. Потому что у нее из-под задних колес летит такая чистая водичка, что прям... Ну, прям очень здорово. Я не понимаю, как это получается. То есть наука пока... Почему у них дороги чистые, чем дальше. Ну, это факт, действительно. И в той же Европе, насколько я знаю, никто каждую неделю машину не моет. Сколько я народу спрашивал, ну, раз в год. Именно оттуда ведь идут все эти препараты автохимии, аппараты высокой дождей. А препараты они все везут к нам. Да, к нам. Потому что нас они востребованы. Следующий звонок... А у нас, я считаю, раз в неделю все равно. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Хотелось бы задать вопрос. Как вот насчет птичьего помета? Это отплывать его или не отмывать его? Отмывается он или не отмывается? И какими химикатами отмывать? Это Владимир Скорганов. Спасибо, Владимир. Но я бы так все-таки сказал. Отмывать. Отмывать однозначно, да. Однозначно. Потому что все-таки с этим самым пометом ездить как-то противно. Некрасиво. Да, но все-таки есть какая-то эстетика, там, уважение к себе. Есть там с вами любимая женщина, и это у вас машина в этом самом помете. Ну, как же так-то. Обязательно отмывать. Средств полно. Это называется... На средстве написано для удаления. Органических загрязнений. Иногда даже, кстати... Скажи, это правда, что поймет, если его долго не счищать, то... Что он дефондирует в краску. Да. Это так или нет? Я не видел такого капота, но читал, что да. Вот лично не видел. Потому что я машину все-таки стараюсь мыть, как я сказал, раз в неделю. А может быть, вороны поменялись или мутируют? Может, вороны поменялись. Там прилетели откуда-то из Европы. Неправильные вороны. Да, у нас вороны были нормальные. А там... Хорошо. Скажи мне, но ты знаешь эту историю, когда... Значит, существует же ведь не просто полироли, да, как таковые. Ну, на большинстве написано, что там вот возьмите, встряхните, намажьте, подождите и располируйте. Да. Да. Желаемый эффект. Но ведь есть же такие составы, которые нужно полировать... Машинкой. ...ведь не вручную, а специальной полировальной машинкой. Я почему с этого... Здесь тонкости какие-то есть? Да, есть. И я почему с этого и начал, что на даче стоит всем этим заниматься или не стоит? Мне кажется, на даче все-таки, если ты исполин духа, если ты собрался все это делать суперпрофессионально, если у тебя есть эта самая машинка, если ты священно деешься, если ты кайф от этого ловишь, тогда, конечно. А так, мне кажется, на даче, ну, в лучшем случае, вымыть машину, как я сказал, протереть, а полироль это раз в год. Ну, я имел вот что. Я имел в виду, что ведь тут же тоже надо знать, как этой машиной пользоваться. Еще видим истории, когда люди прожигали. Можно перегреть это самое покрытие сколько угодно. Очень много таких случаев, когда просто неумелыми руками хватали эту машину и грели сам бедное покрытие так, что оно там меняло цвет. Отсюда давай вот о чем. Всегда ли надо читать, так сказать, вот на то, что написано, как применять, где применять и при какой погоде? Ну, читать надо обязательно. Другой вопрос. Может, ты следовать этим советам, если на улице холодно или, наоборот, жарко, а тебе именно сегодня приспичило отогревать машину? Я по-другому тебя спрошу. Значит, надо при выборе этого состава внимательно ознакомиться и, так сказать, исходя из вот этих технических данных выбрать то, что подходит? Ну, вообще, на морозе всем этим заниматься, согласись, наверное, как-то... Ну, это бессмысленно. Это бессмысленно, это глупо, ну... Ну, вот и хорошо, мы из мороза... Мы это подгадываем под свой выходной день. Мороз мы уже все прожили, все, сейчас вот у нас весна, скоро лето. Ну, опять-таки, полировать машину, что, ее часто будешь полировать? А если машина уже старенькая, но хочешь, чтобы она блестела и сияла? Ну, все равно, мне кажется, полироли чаще, чем один раз в год, ты не будешь заниматься. Если только ты не поставил перед собой задачу, вот у тебя там какое-то крыло, которое давно отличается по цвету, которым нужно капитально заняться, оно какое-то там шагреневое стало. А можно ли тогда вывести его, так сказать, ну, не в ноль, но близко? Ну, опять-таки, можно испортить. Все вот эти машинки, они все-таки умелых рук требуют. Одно дело, когда... Это мастер только этим и занимается целый день, уже знает, так сказать. Другое дело, когда ты впервые взял эту машинку в руки и, так сказать, пытаешься ей там что-то сделать, тут принцип не навредит все-таки, ну, и ее. Царапается ведь не только лакой и краской, царапается и стекло. Не только, так сказать, поликарбонат в том себе, но и стекло, то, которое стекло. Ну, да. С этим как-то можно бороться? Ой, средства есть, но эффекта я ни разу не видел. Я видел эффект обратный, когда получился эффект линзования. Вот, вот, вот. То есть вот прямо передо мной. Вот, вот, вот. Вот такая вот, при моих минус четырех собственных, мне еще минус восемь добавили, потому что... Нет, мне кажется, тут просто нужно заливать в бачок не просто воду из-под крана, а все-таки... То, что надо. А все-таки то, что надо. Летний, зимний, но все-таки все-таки... Тогда скажи, вот эти вот щетки-дворники в простонародье, как часто менять надо, чтобы вот не доводить до греха? Ну, конечно, зависит от интенсивности эксплуатации машины. Ну, раз в два-три года. Это мое мнение. Опять-таки, если твои пробеги, там, не сто тысяч километров в год, ну, даже пятьдесят тысяч, это уже много. А если мы с голосованием помнят, что мы запустили пользователей, вы полируем для кузова, да или нет? Ну, и как? Да, сказала... Ну, как ты думаешь? Ну, я думаю мало. Ну, я всегда обожаю... Ну, я думаю, ну, я думаю... Ну, сорок минут почти мы говорим о безусловной, так сказать, полезности этой процедуры. Ну, мне кажется, все-таки пользуются немногие. Ну, сколько? Цифру, имя сестра, цифру? Тридцать шесть процентов. А! Тридцать семь! Тридцать семь! Он знал! Он знал! Нет, я что, угадал? Ну, угадал тридцать семь процентов. Ты сказал тридцать шесть. Почему? Слушай, вот любой... Ну, я помню... Я угадал цифру. Я помню, как выглядят витрины автомобильных магазинов и аксессуаров, значит, вот, ну, хотя бы еще там пять-семь лет назад. На первом плане стояли аккумуляторы, шины, домкраты, все что... Ну, что-то такое технологичное. Вот сейчас зайдешь, чтобы найти домкрат, надо его еще и найти, потому что на первых рядах слошная автохимия. И вдруг 37 процентов. Ну, домкраты все-таки уходят больше к профессионалам, наверное. Ну, хорошо, не домкрат. Ну, купил-то машину, а на коме черт домкрат? Ну, у меня в багажнике что-то лежит какое-то подобие домкрат, что-то такое игрушечное. Тогда скажи, почему такое наплевательское отношение, и в то же время люди звонят и говорят, а вот мылом попробуйте вот так вот, а вот, значит, керосинчик не забывайте, солярочкой пластик. Максим, а что тебя удивляет-то? Почему при таком обилии химии... Потому что сегодня потребительское отношение к автомобилю. Если там 40 лет назад твоя семья или кто-то там купил там Москве, Жигули, это чуть ли не на всю жизнь, правильно? Ну, считалось, да. Когда ты сможешь его поменять, это... Да как его поменять, когда все деньги бухнули сюда? Это где же что-то такие взять? Я понял. А завтра машина подорожает, и ты над этой машиной будешь трястись. А сегодня ты ее купил, это так. Это ездит на работу там. И все равно, если у вас потребительское отношение к машине, или же она у вас член семьи, все равно за ней ухаживайте. Обязательно. Это все-таки... К этому вас призывает и Михаил Калочкин, и я. Еще мы есть, знаете, мобильный портал Автоплюс. Зайдите туда, что Андроид, что Айос. Увидите нас. И не только нас. Удачи. Субтитры подогнал «Симон»!